Ширина вот эта вот. У соседей то же самое. Там два серванта у них стоит и у них вот так вот они тоже разъехались. Шкафы, тумбочки, дверные проемы и даже пол. Покосилась буквально вся квартира. Причиной тому стала незаконная перепланировка у соседей снизу. Началось все еще в сентябре. Тогда пострадала соседка Аллы. У нее вздулся пол. А спустя два месяца то же самое произошло и у нее в квартире. 13 числа прихожу с работы. То есть меня не было сутки ровно. Прихожу с работы и вижу, что у меня полы в коридоре выглядят, как говорится, не очень красиво. Красиво. То есть у меня вздыбилась паркетная доска. То есть она подняла арголит или нолиум. То есть идет движение пола до такой степени, что доска просто мне рвет полы. Вслед за паркетом покосились и дверные проемы. Вот такой перекос двери у нас идет. То есть она даже не закрывается. Она не попадает. Вот. Тоже. Практически все двери в квартире открываются с трудом. К тому же замок ни в одной из них уже не работает. Алла практически каждый день измеряет уровень изменения состояния мебели. И показатели всегда разные. Ящики на тумбах превратились в настоящую елочку. А белая полоска скотча, которая приклеена сзади, это своего рода маячок. Он показывает, как сильно накренилась мебель. И такие отметки расположены по всей квартире. Мы уже боимся. То есть складываем вещи в одну сторону. Деньги, документы, паспорта, какие-то вещи носимые, чтобы успеть выскочить из квартиры. Женщина уже обращалась практически во все инстанции. Жилищная инспекция отреагировала. Правда, не сразу. Возникли новые проблемы. Надо было попасть в злополучные квартиры, где произошла незаконная перепланировка. Вот только жильцов постоянно не было на месте. Спустя некоторое количество времени и усилий, жилищная инспекция обследовала квартиры на втором этаже. Выдано предписание в течение четырех месяцев восстановить по-прежнему стены или подготовить документы. И когда они попали уже в четвертую квартиру, было произнесено, также было выдано предписание. То есть тоже документов никаких нет. То есть это самовольная перепланировка. Предписание, конечно, выдано. Но вот следить за его исполнением никто не собирается. А между тем перекос в квартире продолжает увеличиваться. Обращение в полицию ничего не принесло. Структура ответила предложением. Ремонт в квартирах на втором этаже происходит в установленное законом время. Прокуратура и префектура района даже не оставили у себя документов Аллы. Достучаться удалось только до администрации города. 17 января они приняли документы и пообещали дать ей ответ в 10-дневный срок. Вот только что может произойти за это время с домом, которому больше 60 лет, неизвестно. Юристы в этом вопросе приходят к единому мнению. Нужно обращаться в суд. Прежде всего, конечно, необходимо оценить размер ущерба. Насколько это безопасно проживание в подобной квартире. В дальнейшем делается оценка, какова сумма ущерба, причиненная в результате действий или бездействий тех соседей, которые в результате перепланировки привели к подобному разрушению квартиры данного жильца, данного собственника. Если это не решается в досудебном порядке, то человек вправе обратиться в суд. По суду назначается судебно-строительная экспертиза, которая определяет размер ущерба, причиненного в результате действий. Ситуация могла бы и не стать критической, если бы соседи решили действовать по закону. Когда собственники задумались о перепланировке, то первым делом нужно обратиться в органы местного самоуправления. Именно они примут решение, можно ли делать какие-то работы или нет. Уже сделанную перепланировку можно узаконить, обратившись в эти же органы. Правда, при условии, что она не принесла никакого вреда соседям. А иначе, при халатном отношении к своему собственному дому, ситуация может стать критической, как в доме номер 23-9 на улице Энгельса. Валерий Седов, Роман Вихров. Телекомпания. Город.